С тяжелым сердцем и грустными думами обращаюсь ко всем поклонникам творчества Толкина. Властелину колец скоро придет полный пиздец. Ну а если серьезно, то конечно очень многих поставила на уши новость о том, что компания Амазон и стример Прайм Видео известны в том числе еще и тем, что они превратили самый дорогой сериал в мире Кольца Власти, экранизирующий всеми любимую вселенную, в гребаный фарс. Так вот, что данный медиагигант присматривается сейчас к варианту за получение чуть ли не всех прав на творчество Сэра Толкина и его адаптацию. Да, понятно, что никто не отменял еще и Warner Bros. и New Line, которые в свою очередь тоже владеют частью прав на адаптацию Толкина, в частности на Хоббита и Властелина колец, но штука в том, что если верить некоторым слухам, и эти права, возможно, будут оспорены в будущем. Так неужели Властелин колец теперь станет только таким вот туннелым и печальным зрелищем, как Кольца Власти от Амазон? Сейчас будем во всем этом разбираться. Ну что же, понятно, что компания Амазон не скрывала своих амбиций, когда еще в 2016, кажется, году приобретала права на экранизацию вселенной Толкина за бешеные 250 миллионов долларов. Мы уже говорили, что тогда в споре участвовали и другие стримеры, например, Netflix или HBO Max, но по итогу никто не смог перебить колоссальную ставку, сделанную компанией Джеффа Безосом. Правда, что было дальше, все мы прекрасно знаем. После выхода первого же трейлера первого сезона Кольц Власти, зрители ополчились против этого сериала и дальше лучше не стало. Так что из тех зрителей, что начали смотреть первый сезон, до конца его досмотрели всего 37% аудитории, что, конечно, просто ничтожная цифра и говорит она очень о многом, в плохом смысле слова. Короче, второй сезон Кольц Власти не стал прорывом, более того, его смотрело в два раза меньше людей, чем первый, а в целом общественность, кажется, уже окончательно разуверилась и в данном сериале, и в Амазон с их экранизацией Толкина. Но при этом, правда, никто не отменял запредельных амбиций самих Prime Video, ведь эта компания не скрывала и не скрывает, что в идеале они хотели бы стать монополистами по работе с наследием Толкина. И вот, кажется, впервые в публичное поле начали просачиваться кое-какие детали таких вот грандиозных планов. Дело в том, что Дженнифер Салки, глава Амазон МГМ Студиос, недавно сообщила, что компания обсуждает потенциальную покупку прав на Властелина Колец у Эмбросер Групп. В интервью изданию Variety журналист Джей Йосман спросил Салки, цитируя, Эмбросер, у которой были трудные 18 месяцев, в настоящее время владеет большей частью интеллектуальной собственности Толкина. Можем ли мы увидеть ситуацию, в которой Амазон потенциально приобретет данную компанию? На что Салки ответила следующее. Мы всегда говорим об этих возможностях, но пока мне нечем поделиться с вами прямо сейчас. При этом, правда, закулисные инсайдеры подтверждают колоссальный интерес, который в данное время компания Амазон проявляет к Эмбросер Групп и к тому наследию Толкина, которым они владеют. Тут, правда, нужно кое-что прояснить. Дело в том, что правами на экранизацию творчества писателя, как и на создание игр, мерча и так далее и тому подобное, всем этим не владеет кто-то один. У нас есть Ньюлайн Синема, которым принадлежит часть прав на адаптацию Властелина Колец и Хоббита, а через Ньюлайн этими правами, собственно, владеют и ВБ Дискавери. У нас есть Амазон, которые тоже купили возможность работать во вселенной Толкина. И у нас есть, собственно, Эмбросер Групп, компания, которая еще в 2023 году сообщила, что ей удалось приобрести Middle Earth Enterprises по шокирующей низкой цене. В своем годовом отчете за 2022-2023 годы компания заявила следующее. Самым значительным приобретением за отчетный период является приобретение Middle Earth Enterprises, которые владеют обширным каталогом интеллектуальной собственности и всемирными правами на кинофильмы, видеоигры, настольные игры, мерчендайзинг, тематические парки и сценические постановки, связанные с культовыми фэнтезийными литературными произведениями Властелин Колец и Хоббит Джона Рональда Роуэлла Толкина, а также соответствующими правами на другие литературные произведения, связанные со Средиземьем, разрешенные Толкин и Стейт и Харпер Коллинз, которые еще предстоит изучить. Таким образом, вдруг выяснилось, что Эмбросер Групп за относительно небольшие деньги, если говорить точно, то это была сумма в 399 миллионов долларов, на тот момент получила права на большую часть наследия Толкина. Вот только распорядиться этими правами компания так и не успела, ведь последние полтора года они находятся в глубоком кризисе, продавая части себя же и в итоге очень велик шанс, что права на наследие Толкина, которые уже сейчас оцениваются в 2 миллиарда долларов, пойдут тоже с молотка. Кому? Вероятнее всего компании Амазон, которая, во-первых, обладает такими колоссальными средствами, в отличие от тех же Warner Bros., которые в долгах, как в шелках, а во-вторых, крайне заинтересованы в покупке таких вот авторских прав, ведь пока что так до конца и непонятно, что именно купили Амазон в 2016-м за 250 миллионов долларов у наследников Толкина. Но ясно одно, экранизировать именно трилогию Властелина Колец они пока что не могут, даже несмотря на заверение шоураннера Колец Власти Джей Ди Пейна, который признал, что компания не получила права на Сильмариллион или Неоконченные Сказания, но якобы получила многое другое. Ранее он сказал изданию Vanity Fire следующее. У нас есть права только на Братство Кольца, Две Крепости, Возвращение Короля, Приложение и Хоббита. И это все. У нас нет прав на Сильмариллион, Неоконченные Сказания, Историю Средиземья или любую из этих других книг. При этом, правда, шоураннер не уточнил, что касательно трилогии Властелина Колец или Хоббита, у них тоже нет прав снимать именно основную историю из книг. Да, они могут трудиться в данной вселенной, снимать предысторию из, например, Первой или Второй Эпохи, как это делается сейчас, но вот прям взять и на свой манер переснять, например, ту историю, что снимал Питер Джексон в своих культовых фильмах, Амазон не может, ну или точнее пока не может. Ведь в случае покупки прав у Ambrasser Group такая возможность у компании появится. Более того, сейчас говорят о том, что если Амазон, как намекает босс студии и как сообщают инсайдеры, в самом деле получит права на толки на от Ambrasser Group, они запросто могут оспорить право уже в Эбодискавери трудиться в данной вселенной. Там очень сложная юридическая подоплека, все крайне запутанное, я, если честно, сам до конца так и не разобрался, но факт заключается в том, что владение правами на Толкина от Middle-Earth Enterprises автоматически поставит под вопрос права New Line и, следовательно, в Эбодискавери. Так что, имея достаточно ресурса, денег и, конечно же, мотивации, новый владелец теоретически может потягаться в суде за то, чтобы стать монополистом в праве работать с наследием Толкина во всем мире. Стоит ли говорить о том, что если этим монополистом станет Амазон, то, черт возьми, дела будут очень и очень плохи. Ведь это еще как надо постараться, чтобы обладать такими запредельными ресурсами, неограниченным бюджетом, колоссальной фан-базой и прекрасным исходным материалом так облажаться и снять такое лютое позорище, на которое без содрогания смотреть невозможно, каким вышли кольца власти. А теперь представьте, что только исключительно эти люди и будут впредь заниматься всем глобальным наследием сэра Толкина. Это, конечно, грусть-печаль, по-другому не скажешь. Опять-таки, пока что это все, конечно, вилами по воде, так что бит тревогу рановато, но с другой стороны, все может быть, ведь в последнее время очень и очень много инсайдов подтверждалось с довольно-таки завидной точностью, так что здесь вопрос открытый. Тем более, что в Амазон, судя по всему, не собираются уменьшать свои аппетиты и амбиции. Так, например, все та же Дженнифер Салки намекнула недавно, что их сериал по «Властелину колец» может выходить чуть ли не вечно, если его будут смотреть миллионы зрителей. По словам Амазон, сейчас сериал «Кольца власти» привлекли около 150 миллионов зрителей в двух сезонах в целом. При этом, правда, надо отметить, что из этих 150 миллионов первый сезон собрал порядка 90, а второй — 60, то есть падение на лицо. Тем не менее, босс Amazon MGM Studios сказала недавно следующее. Это 50-серийное обязательство, речь идет о 5 сезонах по 10 серий, которые Amazon изначально планировали, это так, ремарка от меня. Так вот, очевидно, что это никогда не было двигателем к нашим действиям, говорит Салки. Мы будем снимать сериал, пока будем видеть, что его любят зрители. Это бизнес, очевидно, нам нужна большая аудитория, и она появляется. Поэтому дискуссии о том, будет ли продлено шоу, нет, добавила она. Таким образом, мы понимаем, что третьему сезону по-любому дали зеленый свет, хотя до сих пор об этом и не заявили публично, а это, в свою очередь, означает, что Amazon не принимают и не признают свое поражение. Более того, компания настроена бодаться до конца и положить, видимо, все возможные ресурсы, чтобы доказать всем, что типа они могут. И, конечно, в таком контексте разговоры о покупке подавляющего большинства прав на наследие Толкина становятся гораздо более актуальными. Плюс не стоит забывать, что сам лично Джефф Безос не только владелец Amazon и богатейший человек на свете, но и рьяный фанат творчества Толкина. Так что тут, как говорится, за ценой никто не постоит, и за амбициями тоже, и мотивация тут просто личная. Другое дело, что смотря на то, что творят Amazon пока что, все это выглядит для нас, как для зрителей, просто ужасно. Но, увы, нас-то, собственно, тут как бы никто и не спрашивает. Такие вот дела, что же. Будем следить за развитием данной ситуации и оперативно вас информировать, поэтому обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, а также пишите ваши комментарии, ставьте пальцы вверх и переходите в нашу телегу по ссылке под видео. Спасибо всем за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok